Праздник начался с детской игровой программы «Микрошка». Для маленьких россиян были организованы игры, конкурсы, спортивные эстафеты. Разбившись на три команды, ребята знакомились со знаками и символикой нашей Родины, собирали главный символ праздника – российский триколор. А затем, стоя под большим полотном флага, загадывали свое заветное желание. Устроили самую настоящую бумажную битву, в которой никто не хотел уступать. Напоследок, намазав ладошки разноцветными красками, оставили на память автографы-отпечатки. У нас была классная битва на бумажках, и мы разделились на три команды. И так здорово покидались. Все было хорошо, дети развиваются на природе. Это очень хорошо и полезно для них. Дети проводят энергетическую разгрузку, что помогает им потом более спокойно себя чувствовать. И опять же, всегда они узнают что-то для себя новое в программах, и знакомятся, не боятся друг с другом общаться. Волонтеры Центра культуры и молодежной политики провели акцию «Мы патриоты России». Всем желающим они прикрепили ленточку и подарили флажки. Государственный флаг – важный символ страны. Цвета российского триколора выбраны не случайно. Белый цвет означает откровенность, благородство и совершенство. Синий – верность и честность. А вот красный символизирует мужество, отвагу, героизм и смелость. Поздравить десногорцев с национальным праздником пришли официальные гости. Глава города Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Васенко. От всей души желаю вам мира и добра, успехов во всех делах и начинаниях. На благо нашего города, Смоленского края и всей России. С праздником! От имени председателя Смоленской областной думы Гуляхова Игоря Васильевича себя лично приветствую и поздравляю вас с праздником. С праздником флага России. Для всех десногорцев коллективы Центра культуры и молодежной политики подготовили праздничный концерт. Мне очень жаль, твоя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.